В этом эпизоде фильма «Я любил вас больше жизни» режиссёра Расима Измайлова советский танковый десант неожиданно врывается в занятое немцами село. Точно так же 15 января 1943 года в 3 часа ночи на окраине посёлка Копёнкино на юге Воронежской области, внезапно заурчали моторы 34-ка. Немцы, убеждённые, что части Красной армии пока ещё находятся далеко, спали, даже не выставив боевое охранение. Взятие Копёнкина стало эпизодом рейда 106-й танковой бригады полковника Ивана Алексеева. Танкисты отличились, не только уничтожили много врагов, но и захватили целыми несколько танков и пушек. Однако по-настоящему легендарным полковника сделали следующие 20 часов. Не имея связи с командованием, будущий герой Советского Союза Иван Алексеев нарушил полученный накануне приказ и вместо того, чтобы пройти мимо города Россош, атаковал его. Действия бригады Алексеева стали решающими для исхода всей Острогорско-Россошанской операции, по итогам которой возникли предпосылки для наступления на Харьков и Донбасс. Алексеев выбрался из башни своей 34-ки на ледяную броню танка. На окраине поселка оказался лагерь для военнопленных. За колючей проволокой ждали своей участи 57 красноармейцев, попавших в плен после недавних боев. Их осунувшиеся лица были обращены к полковнику. В то время пленение ставилось советскими военнослужащим в вину. После освобождения их ждали фильтрационные лагеря, многочисленные допросы. Однако Иван только что своими глазами видел, как радовались эти люди освобождению, как бросались на шею его танкистам. И полковник решился. «Кто из вас готов с оружием в руках идти сейчас в бой?» Повисла пауза. Военнопленные не хуже полковника понимали, какую ответственность он берет на себя. Наконец взметнулась вверх одна рука. «Готов!» А затем эхом откликнулись другие. «Готов! Готов!» Все 57 бывших пленных рвались в бой вместе со своими освободителями. Алексеев распорядился собрать оружие у перебитой охраны лагеря, раздать освобожденным и готовиться к выступлению. Тогда полковник еще не мог предполагать, чем обернется это решение. КОНЕЦ Вперед! 15 января 1943 года ровно в 4 часа утра 16 танков с десантом на броне двинулись на Россоши. До города было всего 20 километров, но степь засыпала рыхлым снегом. Воспользоваться дорогой, да, не всегда было возможно. Поэтому танки периодически застревали, отставали. Поселок Подгорный, южнее Россоши, 106-я бригада проехала незамеченной. Если здесь и был враг, то он крепко спал. Алексеев был этому рад. Не хотел ввязываться в бой на половине пути. Ведь на поддержку основных сил родного 12-го корпуса рассчитывать сейчас не приходилось. Здесь надо начать с того, какая задача ставилась вообще в целом перед 12-м танковым корпусом. Он должен был наступать в общем направлении на Россоши. Причем 106-я танковая бригада находилась на левом фланге корпуса. Бригада получила задачу, продвигаясь в северо-западном направлении, обойти Россош, не заходя в этот город, и продвигаться далее на Ольхаватку. Однако с момента получения приказа ситуация изменилась. Танковые и моторизованные бригады корпуса, которым по плану предстояло брать Россош, отставали почти на сутки. Они потеряли время при прорыве обороны противника. Между тем в Россоши на железнодорожной станции располагалось множество вражеских складов. Рядом аэродром, с которого летали пикирующие бомбардировщики Ю-87. В самом городе был расквартирован штаб итальянского альпийского корпуса. И Алексеев считал, уничтожить все это надо как можно скорее. Гитлер с Муссолини планировали отправку в 1942 году на Кавказ альпийский стрелков, но они оказались в районе Россоши. Это 55 тысяч отборных войск из четырех дивизий, дивизии Веченца, Юлия, Тридентина и Кунеенца, которые попали под удар 3-й танковой армии в ходе как раз Истрогорско-Рассашинской операции. Сегодня действия полковника Алексеева не находят единодушного одобрения в среде военных историков. Неоднозначное все-таки было принято решение полковникам, тем более, что, в общем-то, приказ он нарушил. Что было в минусе? Главным образом, в минусе был недостаток сил и средств в 106-й танковой бригаде. 57 бывших узников немецкого лагеря для военно-пленных не могли изменить соотношение сил в пользу бригады Алексеева. Полковник это осознавал. И все же 15 января 1942 года в 7.20 его танки подошли к южной окраине Россоши. Через замерзшую речку Черную Калитву вел узкий деревянный мост. Одна из машин заглохла прямо на нем. Следующий танк попытался ее объехать. Гусеница танка не попала на мост, и танк перевернулся и утонул вместе с командиром танка Поликарповым. Вместе с экипажем погиб и начальник штаба бригады. Это была тяжелая потеря. Но надо было двигаться дальше. Заглохший танк с помощью троса оттащили с моста. Экипаж занялся ремонтом, а бригада двинулась вперед. Глядя из башенного люка на замерзшую гладь незнакомой реки, Алексеев вспомнил западную двину в Полоцке, где все еще хозяйничали немцы. Доведется ли когда-нибудь вновь увидеть родной город? Иван Епифанович Алексеев родился в 1909 году, 14 апреля, в городе Полоцке, в простой семье железнодорожника. Его отец был путейцем. И юный Ваня тоже решил избрать путь рабочего железнодорожной специальности. Он закончил железнодорожную школу-семилетку. И после ее окончания пошел работать на железную дорогу. Иван мечтал стать инженером и даже записался на курсы подготовки к поступлению в технический вуз. Но судьба распорядилась иначе. В 1930-м по комсомольскому призыву Алексеева направили в Киевское артиллерийское училище, которое он закончил в 1932 году. А чуть позже – Ленинградское бронетанковое, где Иван переучился и стал танкистом. Алексеев перед самой войной был назначен командиром батальона в 36-й танковой дивизии 17-го механизированного корпуса Западного особого военного округа, который дислоцировался в районе белорусского города Несвиш, это Минская область, и начинал только формироваться. Корпус был неукомплектован техникой. В нем в общей сложности во всех трех дивизиях имелось 27 танков. Сколько из них было исправных, сказать сложное. Впервые Алексеев повел свой батальон в атаку 26 июня 1941 года. Повел как пехотное подразделение, потому что исправных танков не было. Затем всей дивизии предстоял долгий путь из окружения под Барановичами. Только 30-35% личного состава были обеспечены оружием. Поэтому барону держать приходилось 3 тысячам бойцов вооруженным. А остальные 6 тысяч, они просто прятались в лесу, потому что они просто были невооружены. Более месяца танкисты сражались в тылу врага. И Алексеев вместе с ними прошли от города Барановичи до города Рославлян. После выхода из окружения 36-ю танковую дивизию расформировали. 19 августа Алексеева назначили на должность командира 61-го отдельного танкового батальона Западного фронта. Здесь капитану, который за первые два месяца войны узнал только горечь поражений, впервые предстояло ощутить вкус победы. На западном направлении необходимо немедленно организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа. Ельнинский плацдарм гитлеровцы позднее могут использовать для броска на Москву. 30 августа началась Ельнинская операция по ликвидации немецкого выступа на Смоленщине. Батальон Алексеева в этой операции был среди передовых частей. Под его командованием батальон ворвался в город Ельню и освободил его. Алексеев был одним из первых. Он уничтожил 4 танка. За проявленные в Ельнинской операции героизм и умелое командование батальоном, 11 сентября Алексееву досрочно присвоили очередное воинское звание майора и назначили на должность начальника штаба 128-й отдельной танковой бригады. В дальнейшем эта бригада участвовала в боях под Вязьмой, была разгромлена, попала в окружение. Документы не сохранились, из состава мало кто выжил, поэтому как именно в битве за Москву проявил себя Иван Алексеев неизвестно. Но без сомнения проявил достойно, так как получил внеочередное повышение в звании до подполковника. После завершения битвы за Москву он был назначен начальником автобронетанковых войск 2-го гвардейского стрелкового корпуса. Он участвовал в наступлении под Демянском с целью окружения 16-й немецкой армии в районе Демянска. Главной его задачей было это все-таки функции в основном обеспечительные. Снабжение боеприпасами, топливом, размещение войск. Вот эти все вопросы. Избегая вперед, скажем, что полноценным окружением не получилось. Но тем не менее немецкие войска были поставлены в тяжелое положение. Алексеев отсиживаться в штабе не желал. Он писал рапорт за рапортом с просьбой о назначении на боевую должность. И 19 июня 1942 года его отправили на формирование нового танкового соединения. В июне 1942 года, когда осложнилась обстановка на юго-западном направлении, Алексеев попадает под Сталинград. Именно там была сформирована 105-я танковая бригада, и Алексеев был назначенным заместителем этой 105-й танковой бригады. Бригаду включили в состав 15-го танкового корпуса 3-й танковой армии генерала «Рыбалка». Армии, которой вскоре предстояло стать легендой. Ну, во-первых, 3-я танковая армия, она, да, по номеру 3-й, а вообще она формировалась практически первой из танковых армий, так называемого первого формирования. Практически все наши танковые армии, они формировались дважды. Причем под теми же номерами. В чем была разница? В состав танковых армий первого формирования в достаточно широком порядке входили стрелковые дивизии. Уже в августе Алексеев снова оказался в эпицентре боев. 22 августа 1942 года из штаба корпуса поступил приказ освободить деревню Смецкие выселки. И хоть заместителю командира бригады не обязательно находиться на передовой, он сел в головной тяжелый танк КВ авангарда бригады. Танк Алексеева вырвался вперед, показывая остальным экипажам пример. Раздавил два дзота, и тут впереди полыхнули огоньки залпа противотанковой батареи. Алексеев по радио приказал батальону отвлечь ее огнем, а своему механику-водителю объехать батарею и зайти с тыла. Фрицы не успели опомниться, как тяжелый танк начал давить их вместе с пушками. Затем КВ рванул дальше, увлекая за собой батальон, проскочил в деревню, давя и кося из пулеметов бегущую в панике немецкую пехоту. На западной окраине Алексеев увидел две вражеские гаубицы. Давить их было опасно, можно повредить гусеницы, и тогда полковник приказал открыть по ним шквальный огонь. Расчеты были уничтожены в несколько секунд. Деревня освобождена. На следующий день при наступлении на деревню Слободка в башню танка подполковника Алексеева попал снаряд. Чудом никто не погиб, но все члены экипажа были ранены, а сам Иван получил тяжелую контузию. За этот бой через три недели его наградили орденом Ленина. Закончилась Козельская наступательная операция. Чуть ли не через два дня ему дали полковника и назначили командиром 106-й танковой бригады. А в это время южнее под Сталинградом решалась судьба всей войны. В ноябре в результате операции «Уран» в котле очутилась 6-я армия Паулюса и были разгромлены две румынские армии. После окружения немецких войск под Сталинградом немцы северо-западнее фактически оборонялись с открытым правым флангом или почти открытым правым флангом. Соответственно, возникало желание вот этот вот висящий конец немецкого фронта, значит, откусить. В результате операции «Малый Сатурн», висящий загнутый конец немецкого фронта, откусили. И он передвинулся еще севернее, на юг Воронежской области, в район городов Россош и Острогожск. Все это время Алексеев осваивался на новой должности. Несмотря на то, что бригада была создана в марте 42-го года, перед ним сменилось 4 предшественника, он был пятым. Однако в бригаде успели заметить, что Алексеев из всех пятерых к личному составу относился наиболее по-отечески. Его даже по-другому как батя там не называли, несмотря на то, что ему было всего-навсего 33 года. В Москве было решено откусить выступ немецкого фронта еще раз. Для этого третью танковую армию, которая находилась в резерве ставки в Калужской области, придали Воронежскому фронту. В полночь на 22 декабря 1942 года полковник Алексеев приказал своей 106-й бригаде выдвигаться к станции Скуратова и грузиться в эшелоны. Было поручение Верховного о направлении в 40-ю армию Жукова, а потом и Василевского, которые выезжали на места в декабре 1942 года, а потом и в январе 1943 года, и осматривали возможные места прорыва. Решение по 3-й танковой армии тоже принималось в эти дни. Осуществлялась переброска по железной дороге 3-й танковой армии на 750 километров. Бригада ехала в трех эшелонах. Больше всего не повезло третьему. Он неоднократно попадал под бомбежку, причем последний раз 29 декабря в месте выгрузки на станции Бутурлиновка. Пострадала техника, были убиты и ранены. Немцы понимали, что русские готовят на этом участке фронта наступление, и поэтому станцию бомбили практически каждый день. От Бутурлиновки Алексеев повел бригаду своим ходом. Совершив 200-километровый марш, она обогнула выступ вражеского фронта и вышла немцам во фланг в район Кантемировки. Одновременно в этот же район перебрасывались и другие части и соединения 3-й танковой армии. По плану Острогорско-Рассышанской операции должен был формироваться котел в районе Алексеевки, должен был сомкнуться вот эти большие клещи. Южная группировка 3-я танковая армия и 40-я армия общевойсковая Москалинка. Но существовал еще один котел внутри Большого. Это рассекающий удар со стороны Щучинского плацдарма 18-го стрелкового корпуса. Второй котел образовался в районе Острогорска. Туда как раз и наносили удар 18-й корпус и часть сил танкисты, которые шли на Россош. В Кантемировке с 10 по 14 января бригада по приказу Алексеева ремонтировала технику, пополняла запасы боеприпасов и продуктов. Часть танков во время долгого зимнего марша из-за поломок отстала в пути. Сломавшейся на марше техники было много по всей 3-й танковой армии. Часть танков на момент начала боевых действий, с одной стороны, требовала ремонта, не могла принять участие в боевых действиях прямо с колес. Не все войска были сконцентрированы танковые для нанесения удара по врагу в начале операции. Речь идет о том, что один из танковых корпусов вообще не вышел в район соцсредоточения. Почему? За счет объективных причин. Поэтому из более чем 400 танков 3-й танковой армии в бой могли бросить 328 машин. 13 января Алексеев получил боевой приказ о том, что со следующего дня его часть вводится в бой. Он собрал весь командирский состав на совещание и озвучил свое видение главной задачи танковой бригады. Захват железнодорожных объектов, аэродромов, штабов. На этом же совещании Алексеев объяснил своим танкистам, что населенные пункты можно брать не числом, а умением. Из числа экипажей были выбраны так называемые истребители. Это экипажи танков, которые должны были, не обращая внимания на действия своих товарищей, врываться в населенные пункты, громить врага и уничтожать его объекты. Утром 14 января на юге Воронежской области стоял густой туман, поэтому артподготовку перенесли с 6.00 на 10.45. Она длилась более полутора часов. Огонь был очень плотным. В среднем на 10 метров фронта приходилось по одной пушке или миномету. Сразу после полудня на участке 12-го танкового корпуса в атаку пошел первый эшелон. Стрелковые дивизии при поддержке тяжелых танков КВ. В 14.00 Алексеев услышал в наушниках условный сигнал атаки – пламя. Ревя моторами и лязгая гусеницами, танки с десантом на броне рванули вперед. Перед экипажем открылись апокалиптические виды. Наша артиллерия буквально перепахала вражескую оборону. Алексеева и его танкистов поразил вид вражеских траншей. Они больше походили на пахоту, из которой торчали трупы врагов. Там, где врага, настигли наши наступающие войска. Здесь же стояла его сожженная техника. В быстро сгустившихся сумерках в разных концах морозной степи то тут, то там полыхало зарево. Отступавшие оккупанты жгли воронежские хутора и села. От этого ненависти у танкистов только прибавлялось. Через 15 минут после входа бригады в прорыв танк Алексеева въехал на бугор. За ним стали останавливаться другие танки основной колонны. Внизу в лощине горели несколько советских танков из соседней бригады. А за лощиной пожар пожирал строение совхоза «Красный молот». Бригаде предстояло выбить оттуда врага. Шедшая в авангарде разведка передала. Впереди минное поле. Невдалеке начали рваться снаряды, запели пули. Для прикрытия своего отхода враг оставил противотанковую батарею и группу автоматчиков. Оставаться дальше на бугре означало понести напрасные потери. Алексеев передал по радио двум командирам своих танковых батальонов усилить огонь и вперед. Он надеялся обойти опасное место с фланга. Минное поле не могло быть большим. Однако экипажи не решались двинуться с места и вели бесполезный огонь, расходуя драгоценные снаряды. Алексеев в сердцах сорвал с себя шлемофон. Неужели побоятся? Тогда они потеряют темп наступления, не выполнят задачу. Но вот рванул с места один танк, следом другие, те, кого накануне назначили истребителями. Они неожиданно выскочили на вражескую батарею из темноты, стали давить пушки вместе с расчетами. Кто-то из немцев побежал. Их уничтожили пулеметами и гусеницами. Затем ворвались на улицы поселка. Немецкие автоматчики торопливо запрыгивали в грузовик. Один из танков разнес его в щепки. Командир группы истребителей связался с Алексеевым по радио. Путь свободен. Оставив небольшой гарнизон, чтобы отступавшие вражеские подразделения снова не захватили совхоз, бригада двинулась дальше. После Красного Молота танкисты Алексеева без боя заняли Шрамовку, Ивановку и хутор Чмы. В три часа ночи танки бригады ворвались в Копенкино. Одновременно разведка на легких Т-70 заняла Лизиновку. Во всех освобожденных пунктах, для того, чтобы их повторно не занял враг, нужно было оставлять по одному два танка и по группе солдат. В результате, к тому моменту, когда танки Алексеева заняли Копенкино, у него из тех 32-34-ок и 10-ти Т-70, которые были в самом начале, осталось всего 16 Т-34. Копенкин Алексеев по звукам боя понял, что основные силы корпуса, которые должны были штурмовать Россош, застряли в боях и отстали. А его бригаде до Россоши рукой подать. Если ударить сейчас, удастся застать врага врасплох. Если не сделать этого, утром немцы и итальянцы поймут, что фронт прорван и сумеют организованно отойти. Так что, выполнять приказ, следовать мимо или... На окраине Копенкино Алексеев собрал всех командиров танков и партийных военных, обсудить с ним наступление на Россош, не держидая основных сил, не дать немцам разрушить Россош, а застать врасплох, плоть погибнуть, но город освободить. Его поддержали все его соратники. На сбор ушло не больше часа. Вскоре 16-34-ок уже пробивались сквозь колючую ночную темноту и снежные заносы. Рядом с десантниками за мерзлую танковую броню, чтобы не свалиться, цеплялись недавние заключенные концлагеря. В руках они сжимали липнущие на морозе металл трофейных автоматов. К 7 утра танки выехали к окраине Россоши. Танки бригады, включая 34-ку самого полковника, ворвались на улицы Старого города. Как раз здесь находился штаб итальянского альпийского корпуса. Сами себя итальянцы называли «альпини». 34-ки сносили столбы, нарушая телеграфную и телефонную связь, давили метавшихся по улице врагов, а также их машины. Они подходят к тюрьме. После по улице Карла Липкнета проходят в школе номер 3. Во время оккупации там располагались итальянские казармы, в которых были итальянские лыжники. У отдельного лыжного батальона «Монта Червино» в школе была устроена казарма. Альпийцы открыли из ее окон шквальный огонь. В ответ танки одно окно за другим обработали осколочными снарядами. «Алес музей, алс!» «Алес музей, алс!» «Пошел!» «Железь гад!» У итальянцев не было никаких противотанковых средств. Единственные противотанковые мины, которые они пытались подсовывать танкам под гусеницей. Наехал на мину только один танк, и то разорванные траки танкисты заменили в течение часа. Другие подразделения сопротивления танкистам практически не оказывали. Бросив технику, они бежали из города. К обеду старый город был практически полностью занят. Однако основные силы 12-го танкового корпуса по-прежнему кроссаше так и не вышли. Связи со штабом корпуса все так же не было. Тогда Алексеев решил справляться своими силами. Командиру 306-го танкового батальона, вместе с которым отправился он и сам, он приказал идти на освобождение станции, которая находилась в Новом городе. 305-й батальон майора Сачко должен был направиться к аэродрому, который находился в 3-х километрах юго-восточнее Россоши. Там находилось подразделение пикирующих бомбардировщиков Ю-87. После того, как немцам стало известно, что русские танки находятся в Россоши, они взлетали с аэродрома и пытались бомбить танки, но пока ни в один не попали. Однако раненые и убитые были среди танкодесанта. Новый город от старого отделяла река Сухая Россош. Передовой танк попытался ее форсировать сходу и провалился под лед. К счастью, машина не перевернулась, и экипаж смог выбраться на броню. Стоя по пояс в воде, он принял бой с противником, пока не подошли остальные танки. Алексеев приказал колонне двигаться к мосту, по которому речку и переехали. Дальше пути двух танковых батальонов бригады разошлись. 306-й отправился к станции, а 305-й к аэродрому. Ну, не мог не понимать полковник Алексеев, что все-таки у аэродрома есть ПВО. А если есть ПВО, то есть и зенитки 8-8, для которых Т-34 не проблема. Тот батальон, который пошел на аэродром, в итоге был выбит весь. Однако прежде чем погибнуть, 305-й батальон своей атакой спровоцировал на аэродроме панику. Почти все бомбардировщики и летный состав покинули его, перелетев на аэродром, который находился значительно западнее. Это усложнило немцам боевую работу. К тому же за свою гибель каждый из экипажей заставил гитлеровцев заплатить дорогую цену. Танк начальника штаба батальона, старшего лейтенанта Мудрака, был подбит буквально в самом начале танковой атаки на аэродром. Механик-водитель был убит, остальные члены экипажа ранены. Мудрак осторожно выглянул из башенного люка и увидел, что две зенитки, которые подбили его танк, переключились на остальные машины батальона. Тогда он спустился обратно на место наводчика. Кровь заливала старшему лейтенанту глаза, и потому он не мог воспользоваться прицелом. Пришлось наводить ствол танковой пушки через казённик. Стреляя шрапнельными снарядами, он сначала выкосил шрапнелью расчёт одной зенитки, а затем второй. И тем самым позволил последнему уцелевшему танку батальона, на котором сражался лейтенант Цыганок, ворваться на аэродром. Он перестал вести огонь только после того, как немцы из противотанкового ружья смогли пробить ствол у пушки танка. Экипаж Цыганка рыскал по лётному полю. Он уничтожил хранилище с топливом и раздавил один самолёт. Но вскоре в ствол пушки попал осколок или бронебойная пуля. Он деформировался, и его разорвало при следующем выстреле. Танк уцелел, но стал безоружным. Лейтенант повёл 34-ку в укрытие. Она единственная из всей бригады оставалась на ходу, когда на следующий день 12-й танковый корпус всё же ворвался в Россошу. Как бы там ни было, 305-й батальон ценой своей гибели аэродром всё-таки нейтрализовал. А тем временем полковник Алексеев во главе колонны повёл вторую часть бригады к железнодорожной станции. Сначала 34-ки столкнулись с тремя вражескими танками. Один они смогли уничтожить, два остальные отступили. Батальон тоже потерял одну машину. Затем возле элеватора Алексеевцы столкнулись с засадой, которую устроили немецкие самоходки. Одним из первых снарядов был поражён танк полковника Алексеева. Он загорелся. Из экипажа не выжил никто. Один за другим загорелись ещё несколько танков, прежде чем самоходку удалось уничтожить. Танкисты бережно вытащили из танка полуобгоревшее тело своего командира, простились с ним. Часть десантников и уцелевших танкистов осталось, чтобы его похоронить. Остальные машины двинулись дальше к станции. Ворваться на рельсы удалось всего двум 34-кам. Они уничтожили вражеский эшелон с грузом, ещё одну самоходку. Однако вскоре оба танка подорвались на минах. На этом танки в 306-м батальоне закончились. Немцы пытались уничтожить экипаж танка командира 306-го батальона майора Васильева. Они окружили его, стучали прикладами в люки. Однако танкисты начали яростно отстреливаться через пистолетные порты. Это такие специальные отверстия в башне танка. Кроме того, они бросали во врагов гранаты, используя башенные люки. Во время очередной попытки бросить лимонку майору Васильеву пуля отстрелила палец. И всё же танкисты продолжали обороняться и дождались, когда начался очередной артиллерийский обстрел. Немцы сразу бросились в рассыпную. Экипаж воспользовался этим. Снял танковые пулемёты, прихватил с собой диски с патронами, автоматы, пистолеты. Оставил танк и укрылся в стоявшем поблизости двухэтажном здании. Когда немцы вернулись к танку, танкисты ударили им в спину и всех стволов. После этого они ещё 32 часа оборонялись в доме и дождались, когда Россош была освобождена основными силами 12-го танкового корпуса. Когда наши войска вошли на улицы города, он оказался буквально забит брошенными и раздавленными вражескими автомобилями. Всего потом насчитали 526 машин, в основном грузовиков. Враг не успел вывести массу грузов. Но главное, чего добился своей внезапной атакой полковник Алексеев, было не это. Штаб альпийского корпуса потерял управление своими дивизиями и бежал. В результате сопротивление итальянского альпийского корпуса, самого боеспособного объединения во всей итальянской армии, было сломлено в самом начале. Командиры трех дивизий, Кунеэнзе, Юлия и Веченца, оказались в советском плену вместе со своими штабами. И только одна дивизия, Тридентина, сумела выйти из окружения в районе Николаевки, частично сохранив свою боеспособность. Если говорить о цифрах, из 55 тысяч итальянских альпийских стрелков вернулись в Италию около 13 тысяч человек, более 50% которых были ранены и не способны больше принимать участие в боевых действиях. Такой разгром стал возможен только благодаря участию в Острогожско-Рассошанской операции и боях против итальянского альпийского корпуса танкистов 3-й танковой армии генерала Рыбалка. И особое место в этих боевых действиях занимает рейд 106-й танковой бригады полковника Ивана Алексеева, которому 4 февраля 1943 года присвоили звание Героя Советского Союза. Посмертно. Танкисты Ивана Алексеева стали для Россоши настоящими народными героями. Именем полковника, его погибшего надштаба майора Поликарпова и 106-й танковой бригады в городе названы улицы. В 1989 году на одной из центральных площадей на постаменте установили танк ИС-3 – памятник танкистам бригады. В 2023 году его отремонтировали, сделали подсветку, заново облицевали постамент белым мрамором, символизирующим снег, а площадь перед танком – брусчаткой. Несколько лет назад в селе Подгорное возле того места, где танкисты форсировали реку и ворвались в Россош, началось строительство мемориала воинам-танкистам. На 16 табличках выбиты фамилии бойцов всех 16 экипажей. Мемориал торжественно открыли также в 2023 году к 80-летию освобождения города. Самому Ивану Алексееву в Россоши был установлен бюст, но в сентябре 2023-го открыли еще и памятник. Полковник стоит в полный рост, вечно 33-летний, вечно готовый идти в атаку. Батя своим танкистом и герой для нас всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова